Вот даже касается молока. Основной продукт пожилых людей. У меня есть друг Николай Николаевич Дроздов. Книга начинается, так называют, молоко или кефир. Из подслушанного разговора неумывательно с Дроздовым Николаем Николаевичем. Иван Павлович, Николай Николаевич, Вы не знаете, почему все взрослые млекопитающие во взрослом виде не употребляют молоко? Николай Николаевич, Иван Павлович, да они же умные животные. Они не нарушают закон природы. Я говорю, Николай Николаевич, а как же люди? Николай Николаевич, точки, точки. Он не мог, этот корректнейший человек, который в жизни никогда не лез за словом в карман, не мог найти, как эти двуногие животные, наживая ему человек, нарушает законы природы. Молоко – это святое. И программой заложено, что это молоко содержит всё, чтобы программа человеческая заложена, она начала действовать до определённого возраста, пока лактация у мамы не прекратится, или у Бога животного. А после этого вступает механизм, запрещающий использовать это молоко. Не только чужое, но даже собственное. Там образуется молочный сахар. Вот этот молочный сахар, здесь лактоза. А есть лактаза, фермент, который его разрушает. Вот у мамы с прекращением лактации, лактаза исчезает, её нету, и молочный сахар становится ядовитым продуктом. Но потом организм уже не может всё время жить с отравляемыми веществами. Так называемая галактоза, или галактаза – это фермент, который начинает разлагать вот этот молочный сахар. Но образуется очень вредное вещество. И скандинавские страны, учёные, нашли, что вот это отравляющее вещество способствует возникновению заболеваний и процесса старения с вытекающим отсюда последствиям. Оказывается, одна треть людей не переносит это молоко. У них это вопросы в отношении аллергии, заболеваний желудочно-кишечного тракта. Официальная медицина считает их больными. А три четверти кое-как справляется с молоком. Официальная медицина считает здоровыми. И по законам статистики они так и поступают. Так оказывается, что та одна треть, которая не переносит молоко при детстве законов природы, именно они – здоровые люди. А три четверти – больные, которые даже непонятно почему они начинают заболевать, почему они из остеохондроза, атеросклероза и все прочее. Молочный сахар, который в результате этой галактазы превращается в своеобразное отравляющее вещество, с которым организм уже справиться не может. Но, оказывается, в кисломолочных продуктах уже вот этого молочного сахара нету. Да хоть запейтесь. И вот вышла книга, она 10 марта должна быть, я должен взять ее еще в дом ученых, там написано, что с помощью кисломолочных продуктов того же творога и того же дневного масла можно не только профилактически, но и оздоравливать человека от рака. За это одна мадам в Европе должна была получить Нобелевскую премию. Тысячи больных она вылечила. И сегодня в Испании есть такой центр, и в Германии, а я там часто бывал и бываю, там есть такой центр. Попасть туда практически невозможно. А я в книге все это описываю, что вы должны кушать из молочных продуктов, чтобы проблемы у вас не было. Даже гречную кашу с кефиром две столовых ложки вечером промыли, залили кефиром, и утром сырую гречку с кефиром съели. Гречнева где-то. Прочитайте книгу. Я вам всё не могу, всё рассказываю. Это почти 400 страниц. Там что-то нужно было написать. Вот вам касающийся, и в том числе такого продукта, без которого вы жить не можете. Я заканчиваю эту книгу тем, что опять говорю у Николая Николаевича. Ну как же так? Он говорит о том, что механизм до момента лактации мамы прекращается, а затем вступает в механизм, запрещающий принимать молоко. Моя мама говорила, что жизнь прожить, ведь не поле переехать. Жизнь – это трудная и сложная работа с определёнными ограничениями. Вы знаете, например, хорошо правила уличного движения. На красный цвет не ходите. Один-два раза можете пройти, а потом вы или сократите жизнь, или прекратите её. Если вы вспомните свои детские годы и с удовольствием выпьете стакан натурального, да ещё парного молока, то начинайте читать книгу сначала. Ну, с хулиганием. Но книга на этом заканчивается. Подумайте, нужно вам это или не нужно? Я не говорю, что тоже кофе нельзя выпить, с друзьями там побалдеть, где-то на лоне природы, где-то молоко там выпить, стакан вспомнить там где-то. Но это не должно превращаться в систему. Потому что вы разлаживаете эту резервную систему, в которой есть всё. Своя полиция, милиция, МЧС, там ремонтная бригада, там всё есть. Но эти ремонтные бригады работают ночью. При мелатонине, о котором я уже вам говорил. А после кофе мелатонина нет. Вы больной человек. Вам это надо? Понятно. Я хочу в заключение просто нашим зрителям ещё сказать, что вот эти книги мы показываем не просто так, а для того, чтобы вы знали, куда обратиться в том случае, если Иван Павлович недосягаем для вас. Естественно, что он недосягаем для всех миллионов наших слушателей, наших зрителей. Поэтому и хотите себе помочь. Вот есть книги, написанные этим замечательным человеком. Пожалуйста, их читайте. Они должны быть у вас вместо лекарств в каждой аптечке должны быть в этих книгах. Вот, в принципе, это я и хотел сказать. На этом закончим ролик. На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. Ещё буду благодарен, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими.